Повторим основы безопасности передвижения. Главное помнить, это не только целостность вашего автомобиля, но и здоровье вашего организма. Итак, при отсутствии дополнительных знаков поворачиваем только с крайних полос. А перед этим при перестроении смотрим внимательно по зеркалам. Пропускают ли вас вообще? При выезде на перекресток, при этом даже на зеленый, внимательно смотрим по сторонам. Ведь где-то там за углом на вас, возможно, надвигается любитель фразы «Я ведь завершал маневр». Главное или второстепенное, абсолютно неважно. Угол обзора не должен ограничиваться полосой вашего движения. На перекрестке вы всегда должны учитывать резкое изменение обстановки и быть готовыми к этому. То есть уметь адекватно оценивать свою скорость, траекторию движения и возможное поведение других участников. Любое ваше движение должно быть просчитано на несколько шагов вперед и быть понятным всем. Это залог безопасности для всех. И что интересно, часто при дорожно-транспортном происшествии нельзя однозначно виновным назвать только одного участника аварии. Именно оба допускают ошибки, которые в итоге приводят к фатальным последствиям. Оценивая безопасность с одной стороны, поворачивая другую, можно ожидать всего. И хорошо, что это не пешеход. Любой маневр сразу смотрим по зеркалам. Но нестись по встречным трамвайным бутям, словно у вас дома молоко убежало, конечно, часто приводит к решению уже других проблем. Куда серьезнее. И не стоит после удивляться, что управление транспортным средством – такой стресс. Неважное состояние дорог, хамское поведение и глупейшие ошибки, которые иногда стоят чьей-то жизни. Будьте благоразумны, управляя транспортным средством повышенной опасности и ровных вам дорог.